На сегодняшний день не все системы теплоснабжения промыты и опрессованы, не представлены в мэрию и все паспорта готовности. Не хватает порядка 40%. Но для августа это среднестатистический показатель. Полностью объекты должны быть готовы к середине сентября. Не менее важный вопрос, который сегодня стал ключевым на совещании – передача тепловых узлов собственникам многоквартирных домов. На домах тепловые узлы смонтированы достаточно давно, но не все управляющие компании еще приняли данные тепловые узлы и осуществляют по ним расчет за потребленную тепловую энергию. Физические работы Сочи теплоэнерго проводят активно. Жители, наверное, чувствуют, что по определенному графику отключаются котельные, проводятся плановые мероприятия и в рамках завершения снова возобновляется поставка теплового ресурса. Работать есть над чем еще. Тепловые узлы на баланс должны принять управляющие компании. К слову, работа некоторых не вызывает доверия у руководства Сочи. К примеру, у Дома управления УК Сочи не готово целых 12 домов из 62. Такие недобросовестные организации нужно лишать лицензии, отмечает Пахомов. Почему 12 теплопунктов у вас не запущено? А вот ответ – к чему? В феврале месяце зашла компания. В данном случае они не выполняют ни графики, ни планы. Есть риски не получить паспорта готовности и так далее. Поэтому сегодня же письмо. И пусть меры прокурорского реагирования, вплоть до того, что их надо немедленно менять. Готовьте документы к прокуратуру за их бездействие, а дальше за то, что они еще и сопротивляются, не допускают прибором, подавайте правоохранительные органы. А я ставлю вопрос более конкретно. Значит, люди должны иметь тепло. А это значит, что тепловые узлы должны быть переданы собственникам. Поэтому будьте добры это сделать. Также сегодня стало известно, что 30 августа завершится конкурс, по результатам которого домам, не определившимся с управляющими компаниями, их назначит администрация города.